МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последней информацией. Коротко о главном. Своевременная диагностика предотвращает много недугов. В республике проходит всероссийская диспансеризация населения с удобными нововведениями. Дагестанцы готовятся к празднику Курбан-Байрам. Уже отведены традиционные площадки для жертвоприношения. Об этом в подробностях расскажет мой коллега Абдулай. Обладатель чемпионского титула WBC Азия по боксу будет в дальнейшем представлять Дагестан. Подробности с пресс-конференции в спортивном блоке новостей. Законопроект о зарплате учителей и врачей рассмотрят в Госдуме. В Государственной Думе обсудят новый законопроект о повышении зарплаты врачей, учителей и работников культуры. Об этом сообщают российские СМИ. Так, в предложении предусмотрено увеличение зарплаты размером не менее двойного прожиточного минимума, который назначен в каждом регионе России. По словам авторов законопроекта, после того, как новый закон вступит в силу, в будущем доходы смогут возрасти вследствие внутриэкономического положения в стране, а также прироста экономики и производства. В Дагестане активно набирает обороты всероссийская диспансеризация населения. 67 медицинских организаций по всей республике уже начали свою работу. В этом году люди участвуют активнее, во многом благодаря нововведению. Теперь прийти на осмотр и сдать анализы можно в субботу, а также вечером в будние дни. Подробнее о том, зачем нужна диспансеризация и как легче ее пройти в сюжете Карины Баталовой. Онкология, сахарный диабет, туберкулез. Эти заболевания звучат как приговор, но только не в случае своевременной диагностики. Теперь, согласно новому приказу Минздрава, россиянам старше 40 лет диспансеризацию можно проходить каждый год. Для этого не нужно иметь какие-либо поводы, жалобы, симптомы. Главная задача – найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, не догадывается. Мы выявляли онкологию на ранних стадиях. Мы выявляли… Не беспокоило это дело. Особенно у женщин, то, что связано с молочной железой. Мы же обследуем женщин. Мы их обязательно должны осматриваем, приглашаем на осмотр. Их не беспокоило. В этом году по всему Дагестану диспансеризацией будет охвачено около полумиллиона человек. За пять месяцев комплексный осмотр уже прошли около 180 тысяч дагестанцев. При этом у 129 из них обнаружены злокачественные новообразования. У больше 8 тысяч обратившихся – ишемическая болезнь сердца. А у 362 пациентов выявлен сахарный диабет. Это люди, которые и не подозревали о серьезности своего состояния, и не получали соответствующего лечения. Каждый человек должен сам заботиться о своем здоровье. И считаю, что ежегодно должен каждый человек проходить диспансеризацию. Надо проводить профилактику. Не тогда приходить к врачу, когда уже процесс пошел, а предотвратить. Благодаря появлению системы электронной записи теперь в поликлиниках минимизировались очереди. Прийти на прием можно, выбрав любое удобное время. Достаточно зарегистрироваться через портал или позвонить в поликлинику по месту регистрации. После работы очень удобно пройти диспансеризацию, и много времени не занимает. Потому что нет много людей. Кто может приходить, приходит днем, рабочее время. А кто не может, пожалуйста, никаких проблем нет. Ждала я примерно, наверное, две минуты, и все. И прошло свое время. Очереди были небольшие. Я сделаю флюорографию, общий анализ мочи, крови и биохимический анализ. Все анализы, включенные в перечень диспансеризации, бесплатные. Специалисты советуют дагестанцам не откладывать в долгий ящик визит к врачу, даже если ничего не беспокоит. Как показывает практика, на диспансеризацию уходит совсем немного времени, а польза для здоровья и жизни может быть колоссальной. В России стартовала кампания против допустимого превышения скорости. На нескольких регионах страны стартовала кампания против разрешенного превышения скорости на 19 км в час. Об этом сообщают российские СМИ. Инициатором акции выступила ГИБДД совместно с Министерством транспорта России и общественниками. По информации источника, данные мероприятия проводятся в целях разъяснения водителям об опасности нарушения скоростного режима, так как большинство ДТП со смертельным исходом случаются по причине высокой скорости. Напомним, что в России на сегодняшний день разрешенный порог превышения скорости составляет 19 км в час. Понедельник, 12 августа, дагестанцы отпразднуют Курбан-Байрам. Самым главным обрядом этого дня является жертвоприношение. И уже несколько лет в Махачкале для этого ритуала отводятся специальные площадки в районе торгового центра Киргу и Ипподрома. О том, как идет подготовка мест для закалывания жертвенных животных, в сюжете моих коллег. Работа кипит. До главного праздника мусульман остались считанные дни. Надо успеть все подготовить, оценить и проверить. Курбан-Байрам в нашей столице должен пройти на высшем уровне. Об этом беспокоятся организаторы специальных площадок для жертвоприношения. Как и каждый год, в праздник Курбан-Байрам в Махачкале будут работать специальные места для жертвоприношения. Здесь любой желающий сможет не только приобрести жертвенное животное, но еще воспользоваться услугами специалистов для его закалывания и разделки. И как обещают организаторы, весь этот процесс будет проходить в праздничной атмосфере. Для массового закалывания животных, как и всегда, выделены две точки. Одна будет расположена на территории торгового центра Киргу, а вторая на ипподроме возле трассы Махачкала-Каспийск. Для удобства населения установят специальные указательные знаки и будут работать около 300 волонтеров на каждой площадке. Также подготовят и специальную автостоянку. Стоит отметить, что все обрядовые процедуры здесь проведут в соответствии с санитарными нормами и правилами. Как мы видим, уже готовы места для разделки животных. Также уже подготовлены специальные места для стока крови. В общем, в принципе, здесь уже все готово. Осталось только привезти животных. Оценили подготовку площадок и представители Мухтеатра Республики. Послам ответственным за организацию проведения обрядов жертвоприношения зам имама центральной жума мечети Махачкалы Мухаммада Курбандибирова уже завершается обустройство территории, отведенной под забой скота. Устанавливаются места для совершения намаза в санитарных помещениях и столовой, где все желающие на протяжении всех праздничных дней смогут получить бесплатное угощение. Естественно, праздник есть праздник. У нас здесь и бесплатная еда, и информационный центр, и вопросы-ответы, и чтение ТАКБИРа, и помощь. Мы здесь привлекли около 300 волонтеров для всех удобств и комфортного праздничного дня. Здесь все будут работать ради этого праздничного дня и ради этой праздничной отпрости. Проинспектировав площадки для жертвоприношения, председатель Мухтеатра Республики Абдул Асалимов положительно оценил ход подготовки к празднику Курбан-Байрам. По его словам, здесь будет все необходимое, чтобы пришедшие гости смогли без хлопот совершить священный ритуал мусульман. Были на двух площадках, которые предназначены для проведения обрядов Курбан-Байрама. На самом деле удостоверились в том, что, по сути, практически все готово. То есть осталось совсем несколько шагов. Основные работы по предоставлению всех условий, удобств и комфорта для проведения обряда, по сути, все это готово. Здесь есть специалисты, которые все сделают за вас. То есть, как говорится, вы даже и не испачкаетесь. В итоге вам дадут мясо в пакетах, вы загружаете в машину, отправляетесь домой. То есть все чисто, аккуратно. До праздника осталось несколько дней. Но уже сейчас можно сказать, что мусульмане Дагестана в полной мере готовы его встретить. Абдулла Алиев, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Далее с обзором коротких новостей моя коллега Патимат Ханапова. Мошенничество по-дагестански. В последнее время в республике участили случаи, когда злоумышленники от имени руководства регионального управления налоговой службы звонят владельцам автозаправочных станций и требуют перечислить деньги на счет специального фонда. Свои требования они объясняют целью развития инфраструктуры города под патронажем мэра Махачкалы. Налоговая служба убедительно просит налогоплательщиков быть осторожными и в случае поступления подобного предложения звонить по указанному на экранах номеру телефона. Хлеб подорожал. По данным Росстата, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России увеличилась на почти 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Ржаной хлеб поднялся в цене больше всего. Теперь буханка ржаного обойдется в 50 рублей за килограмм, что почти на 10% больше, чем в июне прошедшего года. Цены на хлебобулочные изделия поднялись из-за подорожания сырья, муки и пшеницы. 30-летняя дагестанка напала на двух мужчин с ножом. По данным правоохранительных органов, все трое распивались спиртной, но в какой-то момент женщина напала на своих собутыльников. Ей показалось, что мужчины украли ее планшет, который она нашла спустя некоторое время. Пострадавшие поступили в больницу Касписка с ножевыми ранениями. Жизница Карабудахтенского района уже созналась в саде этом. Боксер-профессионал Ибрагим Цуров будет представлять Дагестан. Об этом обладатель чемпионского титула WBC Азия сообщил на пресс-конференции. Беседа с журналистами прошла в столичном спорткомитете. Цуров рассказал о своей карьере. Он выходец из Ингушетии. Первые спортивные шаги делал в подмосковном Чехове, где добился звания мастера спорта. С 2017 года спортсмена к поединкам готовит дагестанский тренер Сухраб Манапов. В своем крайнем бою в начале июня в Баку Цуров нокаутировал местного боксера Малико Мамедзаде и завоевал пояс чемпиона. На вопросы журналистов также отвечали депутат Госдумы Гаджимед Сафар Алиев, руководитель спорткомитета Марат Ибрагимов и президент Федерации бокса Альберт Селимов. Все они выразили готовность поддержать профессиональную карьеру боксера. Нужна команда, которая бы тебе помогала выходить на ринг. Раньше, когда я боксировал, я думал, что здесь основная задача боксера просто выйти и боксировать. Но на самом деле до этого ринга, оказывается, нужно дойти. Хорошо мне Сухраб это своевременно объяснил и сказал, что нужна поддержка, нужно двигаться дальше, у тебя есть определенные таланты, но без определенной поддержки ты просто не поднимешься. Но нечего я себя проявлю, для меня только главное идти дальше, выше-высшего, доказывать свою любовь к боксу. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости в YouTube и в Instagram. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова